Всем привет! Мне прислали наушники под названием Model M2S Pro от компании Smabat. Smabat, в общем-то, это довольно-таки известная компания китайская, которая производит чуть ли не хай-фай наушники. Вот, я бы себе, конечно, такие никогда не купил, потому что это вкладыши. От вкладышей у меня болят уши, но если их предлагают бесплатно, а эти наушники у нас еще идут и на 40 Ом, что, в общем-то, очень даже интересно, плюс они модульные, это еще и более интересное. Вот здесь у нас, как вы видите, есть инструкция небольшая, как собрать наушники, и, в общем-то, есть два QR-кода, которые один идет на социальную сеть QQ, а вторая, наверное, на сайт. Вот, с другой стороны, у нас, кстати, все на английско-китайском языке. С другой стороны, у нас продолжается инструкция по сборке. Чем они примечательны должны наушники? Это, ну, во-первых, это у нас проводные вкладыши, а во-вторых, они у нас модульные. То есть, у нас не только провод можно поменять, если вдруг он выйдет из строя. Здесь у нас джек используется, такой вот Г-образный джек. Есть стяжечка на липучке. Провод довольно-таки прям вот приятный. Он у нас вот такой вот плетеный и силиконовый, наверное. Либо что-то очень похоже на силиконовый, но он прям очень мягенький, очень такой, ну, приятный провод. Единственное, он, конечно, тонковат. Не знаю, насколько он стойк к переломам. Вот, на конце у нас вот такие вот разъемчики для коннекта. То есть, если вдруг у вас сломается, то вы можете просто поменять провод. Вот, также в комплекте идут двое вид амбушюр. Это вот такие вот они поролоновые. Два амбушюра вот такие дырявые и два простых, как обычно. Так. Как обычно, раньше шли с наушниками. Ну и сами наушники. Как вы видите, наушники у нас состоят из трех частей. То есть, это сам провод, основа и динамик. Динамик можно менять. В комплекте здесь идет динамик на 70, ой, на 70, на 40 Ом, что довольно-таки неплохо. Сам корпус вот этот металлический. Так что, очень даже, не знаю, мне нравится. Как сделано, мне нравится. Никаких претензий по сборочке я не могу сказать. Вставляется все довольно-таки просто. Немножко подзакрутили проводочек вот этот. И надавили. То есть, наушник собран. Можно дальше пользоваться, слушать, наслаждаться музыкой. Так, вставляем. Здесь, кстати, у нас подписано L, здесь R. То есть, я ошибся и вставил немножко не тот провод. Вставляем тот, который подписан R. Вот так вот это все выглядит. Ну и второй наушник также собирается. Если вдруг 40 Ом вам будет недостаточно, то можно отдельно приобрести динамик на... Ну, да, драйвер, динамик, я не знаю, как угодно можете его назвать. Вот, в общем, можно приобрести драйвер на 140 вроде Ом. То есть, самый мощный, это вот самый, вернее, крутой, дорогой. Он у них стоит 140... Ой, стоит не помню сколько, но на 140 Ом. Второй у нас такой же, металлический. Все, в общем-то, приятно, защелкивается. Выглядит все очень круто, очень презентабельно. Также, кстати, в комплекте у нас еще идет вот такой вот чехольчик-кошелечек. Опа! Внутри у нас такая бархоточка. В общем, а с этой стороны, ну, что-то подобие кожи. Кстати, может быть, какой кожзам. Ну, в общем, очень премиально даже, можно будет сказать. Вот, сейчас я это послушаю. Единственное, почему, ну, сразу говорю, две причины, наверное, по которым бы я не купил себе такие наушники. Во-первых, это вкладыши. У меня от них начинают болеть уши. То есть, я сейчас сразу говорю, что, ну, не больше часа я смогу просидеть и прослушать данные наушники. Потому что где-то уже на 30 минутах у меня начнут болеть уши. Я не знаю. Просто, ну, такое строение ушей, наверное, раковин ушных, что вот этот ободок, он давит и у меня начнет болеть ухо. Ну, а вторая причина – это джек. Я уже давно перешел на беспроводные наушники, и это очень-очень удобно. Но, сразу хочу сказать, что есть люди, которые любят до сих пор джек, у которых есть на телефоне джек. У меня, например, его нет. Так что я буду слушать сейчас на макбуке и буду слушать такие, наверное, какие-то флаговские мелодии, ну, файлы, да, чтобы ощутить все эти 40 Ом. Ну, в общем, погнали. Ну, что ж, выдержал я 45 минут. Дальше уже, как бы, ну, это была музыка не в удовольствии, а было мучение, в общем-то. Также, кстати, хочу, смотрите, вот такую штуку вам показать. Давно не видел такие бегунки на наушниках, чтобы вот уменьшить вот эти проводочки, да, чтобы они не болтались, например. Давно такое не встречал на наушниках, но здесь вот такая штука есть. Она металлическая, может быть, алюминиевая, не знаю, но по качеству звучания. Если вы слушаете в комнате, где нет шума постороннего, то, в общем-то, офигенно. Отличный звук, то есть 40 Ом, это реально 40 Ом. Хорошая акустика, нету никаких-то провалов, то есть реально все круто. Я не знаю, что там можно ожидать от 140 Ом, но от 40 Ом, не знаю, меня очень порадовали. Но я попробовал амбушюры разные. На всех у меня начинает дискомфорт в ушах. Самое нормальное, то, что я понял для себя, это вот такие. Чем меньше получается диаметр, тем лучше. То есть, ну, вот это у нас, это пластик по кругу идет вот так вот. То есть, это не резина и, в общем-то, если вы хотите ощутить весь кайф от 40 Ом, это вам надо, в общем-то, слушать это в комнате, где нету шума, звучание хорошее. Но если вы будете выходить на улицу, то есть, вот я вышел на балкон и понял, что я слышу дорогу. Такого пассивного шумопоглощения никакого нету абсолютно. То есть, ну, это вкладыши, то есть, здесь нечего ожидать какого-то шумоподавления. В остальном, наушники отличные. Вот реально, я даже не вижу для себя смысла. Ну, это звук, это сугубо индивидуально, то есть, каждый человек слышит свое. Я не думаю, что на 140 Ом драйверы будут лучше выдавать какие-то отдельные звуки, да, на хорошей музыке. Но все может быть, и мне кажется, я не услышу что-то более нового. Вот, так что 40 Ом, которые вот здесь у нас идут в комплекте, амбушюрки, вернее, драйверы, да, мне их достаточно. То есть, я не вижу смысла себе покупать какие-то более крутые. Но есть, я знаю, меломаны, которые, в общем-то, стремятся к хорошим ушам. И, мне кажется, данная штука, данные наушники вполне могут удовлетворить их потребности. Это, ну, как мне кажется, китайский такой хай-фай. Отличный звук, если его не будет хватать, то вы сможете поменять драйверы на 140 Ом. И это реально, мне кажется, плюс. Смабат, в общем-то, я смотрю, не очень такая простая компания. Производит довольно-таки хорошие наушники. Я увидел у них, что у них есть даже беспроводные наушники. Не вкладыши, а вакуумные, как я люблю. Так что, если они мне пойдут навстречу и пришлют их, я на них тоже сниму обзор. С вас жду лайки. Ссылочка на наушники снизу, как всегда. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok